И всем привет, друзья, с вами Картофан. И сегодня я покажу, как сделать очень крутые три начальные фермы в Майнкрафте 1.17. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет дюпам по полочкам. Ну а если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий, и возможно именно ты попадешь в следующее видео. Но мы начинаем! Прошу вашему вниманию начинающий канал по Майнкрафту. Парень только начинает, но уже есть на что посмотреть. Всеми любимые 100 дней в Майнкрафт гайды по постройкам домов для выживания и не только. Советую подписаться и поставить лайк. Давайте поможем начинающему ютуберу. Первая ферма поможет вам очень-очень-очень эффективно фармить камень. Вы мне скажете, я же просто могу пойти в шахту и там добывать камень. Но в шахте нужно будет управлять своим персонажем, ходить там, в общем-то, тыкать на кнопочки, и это очень удобно. А тут вы сможете буквально зажать кнопку, даже при помощи какого-нибудь предмета вот так на мышку положить, либо же при помощи каких-то программ, и просто уйти куда-нибудь гулять. Тогда у вас просто очень много добудется камня. Давайте посмотрим, что же для этого нужно. Для этого вам нужно будет просто строительные блоки, затем 8 сундуков, 4 воронки, 4 ступеньки абсолютно любые, одна дверь, одна табличка, ведро лавы и также вода. Все это берем и строим. Ферма будет занимать совершенно небольшое количество места, поэтому давайте начнем, допустим, здесь как раз-таки строить. Ставим 2 сундука, вот такой двойной, затем еще один двойной, еще один двойной и еще один двойной сундук. Потом мы сюда вот заходим, получается, что справа от сундуков, и ставим здесь 1 воронка, которая смотрит на вот этот сундук, затем 2 воронка, 3 воронка и 4 воронка. Вот это вот, кстати, как раз-таки показывает, какая будет вместительность нашей всей фермы. То есть на данный момент вместительность нашей фермы будет 4 двойных сундука, что очень много. И вот это вот все у вас будет заполняться камнем, ну или же булочником, если у вас будет незачаренная кирка. Затем берем 4 ступеньки, заходим вот отсюда, то есть со стороны воронок И ставим именно на эти блоки 1, 2, 3 и 4 Отлично Затем берем строительные блоки, ставим 10, 2 блока, 10 И в общем-то просто таким-то образом здесь все огораживаем И здесь у нас будет как раз-таки вход в нашу ферму Вот тут мы будем стоять и все добывать Затем можем нарастить здесь еще один слой Здесь мы ставим 1 блок, вот это мы сломаем, давайте Наращим здесь такой вот кольцом, вот такой вот этим-то И затем берем воду Вот сюда вот ставим ее, то есть получается что в ступеньку Затем еще одно ведро, еще одно ведро и еще одно ведро Здесь у нас пока что все вытекает, но вы на это не обращайте внимания Тут у нас поставится в итоге табличка вот здесь вот А здесь мы просто поставим, допустим, вот такую дверь, чтобы здесь закрыться И к нам никто не пришел Вот пока что так выглядит ферма Смотрите, здесь мы поставили ступеньки Таким образом здесь все эти сундуки открываются И все отлично работает Если у вас что-то не так, тогда скорее всего здесь поставили не ступеньки А просто блоки Вот смотрите, здесь у нас есть сверху вода Теперь что нужно будет делать? Просто здесь разливаем одно ведро лавы Одного ведра нам хватит, здесь у нас все Отличненько так расходится, и теперь Ну-ка, ну-ка, давай, все, дотекло Отлично, теперь мы здесь открываем дверь Ловаем здесь блок, там у нас камень Ну-ка, ждем чуть-чуть, и камень здесь восстанавливается Таким образом, эта ферма уже готова Здесь у нас генерируется 4 камня Не знаю, в сколько секунд, но, в общем-то Я проверял, и при помощи даже Назаритовой кирки, но не зачаренной На эффективность, давайте мы здесь закроемся Я сейчас перейду в гейммод 0 Вот, обсурвайвали, и просто зажимаю ЛКМ, таким образом, просто ломаю весь камень Который переходит, кстати, по воронкам Сразу же в сундуки, таким образом, наш инвентарь Не засоряется, и очень даже удобно Все работает, теперь вы можете просто Допустим, положить какой-нибудь предмет, опять же, на мышку Либо же скачать какую-нибудь программу, которая У вас будет зажимать ЛКМ, и таким образом Вы можете просто куда-нибудь уйти, не знаю, спать Или гулять, и потом вернетесь, и у вас будет Просто огромное количество булыжника Правда, вот еще что, здесь у нас будет ломаться Киркам, это единственная проблема Но вы можете все-таки раз, допустим, где-то В полчаса, наверное, просто вот так Вот, хоп, раз колесико мыши менять и Доставать другую кирку, ну-ка, вот пока я вам Все говорил, здесь все добывал, давайте посмотрим Здесь, кстати, у нас ничего не выпадает, что очень Удобно, и ваш инвентарь не будет вообще забиваться Сразу же все переходит по воронкам в сундуке Ну-ка, давайте мы здесь, оп, и заходим И вот здесь у нас 30 штук, здесь 30 Здесь 15, а здесь у нас сколько? Ноль, потому что мы даже не докапывали При помощи этой кирки до четвертого блока И эти блоки сразу же все восстанавливались То есть вы можете даже не сделать небольшую Все эффективность, что ли, для кирки, и таким образом Вы будете вообще все-все-все добывать, но если у вас Эффективность слишком большая, тогда вы можете сделать Эту ферму чуть длиннее, тогда будет блоков Чуть больше, и, следовательно, будет у вас Больше добываться блоков. В общем-то Вот такая очень простая ферма, и в то же Время очень эффективная у нас получилась Кстати, ее можно будет также использовать на Скайблоках, где установлен такой плагин, когда При соприкосновении лавы с водой У нас возникает не только камень, но еще Допустим, какая-нибудь руда, не знаю, там какая-нибудь Алмазная, железная, и даже может быть Из модов. Следующая ферма будет абсолютно Полностью автоматическая, и будет Вам пассивно генерировать железо Для ее постройки вам понадобятся Ограды, 12 плит, 8 Строительных блоков, 3 ступеньки 4 таблички, 3 воронки 2 сундука, 1 песок душ Ведро воды, также вам нужно будет Лава, 3 кровати, 3 жителя для Этих кроватей, потом зомби, и Также какая-нибудь бирка на какое-нибудь имя Чтобы назвать в итоге зомби, и он никуда не Пропадал. Давайте мы сейчас все это возьмем И приступим к постройке. Эта ферма Также не будет занимать много места, поэтому Выберем какую-нибудь, допустим, вон там у нас есть Отличная площадь, вот здесь, да, давайте построим Ее. Для начала нужно будет выкопать ямку 3 на 3, шириной и длиной получается Что и глубиной 8 блоков То есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 И так еще 7 раз Так, мы тут немножко попали на какую-то шахту Давайте мы просто здесь все застроим, таким образом Получится яма 3 на 3 и 8 глубиной Вот так вот. Затем перемещаемся в эту Яму, здесь сломаем 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 и еще так 1, 2, 3 и вот тут еще 2 блока Отлично. Затем мы берем песок Душ и вот сюда вот разливаем воду Причем все должно получиться так, чтобы здесь у нас Были пузырики. Если вы сделали все так Тогда вы сделали все правильно Затем прямо над водой вы вырываете вот эти Все блоки, чтобы дорыться в итоге до поверхности Потом вы берете полублоки Здесь ставите 1, 2, 3, 4, 5, 6 Потом берете кровати Все 3 штучки, 1, 2 и 3 Ставите. Потом берете еще полублоки Ставите. Получается, что на этой высоте 1, 2, 3, 4, 5 и 6 блоков Потом переходите на поверхность И вам нужно будет запихнуть вот сюда вот зомби Чтобы он попал в итоге вот сюда в воду И здесь так плавал. Для этого что нужно будет делать? Для этого давайте я сейчас сделаю Допустим вот так здесь поставлю какие-нибудь строительные блоки И так накрою, чтобы он просто здесь не сгорел Затем, опа, вот так вот сделал я Теперь я спауню зомби И обязательно его нужно будет как-нибудь назвать Ну-ка давайте мы сейчас это сделаем Я, ну-ка давай, берись яйцо. Отлично взяли Называем зомби и толкаем его вон туда Прямо в воду. Так, ну-ка, так Он почему-то сопротивляется и хочет сгореть Ладно, это у нас тупой зомби Сделаем еще одного Давай, опа, запихивайся И все, отлично Он туда упал Теперь мы просто берем какой-нибудь строительный блок Допустим, давайте даже траву И здесь ставим То есть заставили здесь зырку, чтобы он просто там никак не сгорел Теперь зомби у нас, кстати, там так болтыхается Вон он там плавает, смотрите как Затем можете взять какой-нибудь осветительный прибор Я возьму, допустим, факел и поставлю его вот здесь Чтобы тут был свет и жители наши не ослепли И теперь нужно будет сюда каким-то образом привезти жителей Как это вы можете сделать? Вы это можете сделать в выживании, если находитесь Просто берете транспорт Так, вот у нас дубовая лодка, допустим, какая-нибудь Опа, отлично Затем находите жителя, пихаете его в лодку Так, опа, отлично Мы это сделали, теперь садимся в лодку И просто вот сюда вот так, хопа И падаем вместе с ним Все, мы теперь здесь И прямо на кровать его давайте Вот так вы просто сюда приводите И так еще две штуки То есть в итоге у вас должно получиться здесь три жителя Потом вы берете строительные блоки Ставите здесь раз, два, три И затем еще вот здесь вот раз, два, три Так, вот так вот И в итоге, короче, здесь застраиваете пол Но оставляете здесь дырку Потом вы вооружаетесь лопатой И ломаете здесь просто вот такое вот кольцо Таким образом у вас немножко расширяется этот круг Но сохраняется его квадратность То есть в итоге, короче, у вас он получается просто чуть больше Вот таким образом Затем вы ломаете вот здесь блок, здесь блок, здесь блок и здесь два блока Потом вы берете сундук и также воронки Сундук вы ставите вот такой двойной здесь и ставите также три воронки здесь Раз, на него вот так вот и также воронка у нас наводится на воронку и получается вот такая вот штука Потом вы берете ограды и ставите просто вот здесь вот стенки такие из них То есть в итоге абсолютно весь круг, который вы здесь сломали из земли, заставляете оградами И в итоге что-то вот такое у вас получается Потом вы берете дубовые таблички, либо же абсолютно любые другие И также вам понадобится еще лава и вода. Вы ставите здесь дубовую табличку, прямо над воронкой. Потом вот здесь вот одну, и еще вот здесь, и здесь. И здесь вы разливаете лаву, таким образом, чтобы она никуда не выливалась. Как раз таки это все у нас происходит при помощи этих табличек. Затем мы разливаем на противоположном углу, то есть вот здесь вот, воду. Чтобы она в итоге у нас направляла прямо в воронку. Потом вы вылезаете из этой всей ямы, и здесь у нас отчитываете раз, два, три. Ломаете вот этот третий блок, потом здесь хоп, раз, два, здесь раз, два, три. И в итоге, короче, вы дорываетесь, так, здесь даже не надо было ничего В итоге вы дорываетесь до этого сундука Потом вы берёте просто три вот эти ступеньки и раз, два, три ставите Это мы сделали, чтобы просто вот сюда вот могли вы дойти и забрать весь лут И в принципе всё, ферма готова Осталось только дождаться первой ночи Тогда у нас все жители уснут И таким образом здесь заспавнится первый голем Он умрёт и теперь будет здесь спавниться голем намного чаще Давайте мы сейчас это симулируем при помощи таймсета Так, допустим, таймсет 16 тысяч И сейчас у нас здесь появится голем Прямо сейчас, думаю, на кадре Опа, вот он появляется И теперь здесь у нас они будут намного чаще появляться Посмотрим, сколько здесь у нас сейчас получится с этого голема Ну-ка, там, по-моему, что-то около четырёх или пяти штук будет Так, опа, набирается и три штуки сейчас нам всего лишь-то выпало Но на самом деле это не беда, потому что эта ферма у нас полностью пассивная Вам буквально здесь ничего не понадобится делать Опа, смотрите, здесь у нас кто Ну и в общем-то, давайте я вам чуть-чуть объясню, как работает эта ферма Эта ферма работает на том, что жители пугаются Этого зомби, которого мы туда запихнули Где-то там он находится, что ли, ну-ка, здесь он В общем-то, те жители пугаются И таким образом появляется у нас этот голем Как их спаситель Но он появляется здесь у нас сверху Который в итоге умирает об лаву И никого не убивает Зомби у нас там так и находится Он не стирается миром Потому что мы его назвали при помощи бирки И таким образом всё у нас работает абсолютно автоматически И эта ферма будет приносить около стака железа за 15 минут Что довольно круто Ну и последняя ферма вам поможет автоматизировать добычу тростника и также бамбука Для его постройки вам понадобится 40 любых блоков 34 стекла, 5 земли, либо же травы 5 наблюдателей, 5 поршней, 5 редстоуна, 5 рельс 5 воронок и также 5 загрузочных воронок 2 сундука Ой, что-то у нас тут не 5 почему-то Ну, в общем-то, далее вам понадобится ведро воды Также бамбук, 5 штучек, либо же тростник Смотря что вы будете выращивать Приступим к постройке Для начала мы берём нашу землю, ставим 1, 2, 3, 4 и 5 штук Потом берём строительные блоки, ставим вот таким вот образом Оп-оп-оп-оп Чтобы в итоге здесь у нас оказался такой вот жёлоб В этот жёлоб мы заливаем воду Потом берём ещё строительные блоки Здесь мы можем сломать пока что 1, 2, 3, 4, 5 ставим Потом здесь у нас будет 1, 2, 3, 4, 5 поршней И затем заходим сзади И вот так вот ставим наблюдатель 1, 2, 3, 4, 5 Чтобы в итоге у вас всё выглядело вот так Потом опять же заходим сзади, здесь ставим 1, 2, 3, 4, 5 блоков И ставим здесь уже редстоун пыльки 1, 2, 3, 4, 5 Теперь давайте проверим Здесь мы поставим блок прямо на наблюдатель И срабатывают все поршни Ломаем блок, так же всё срабатывает Если у вас всё так же, тогда вы сделали всё абсолютно правильно Затем вы можете взять строительные блоки И заставить здесь такие стенки, чтобы было в итоге красиво Если вы не хотите красоты, то можете в принципе и не ставить Но я давайте сделаю И выглядит всё вот так Затем вы берёте лопату, либо же свои руки И в общем-то ломаете здесь блоки 1, 2, 3, 4, 5 Здесь 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Затем здесь ломаете вот так вот И вот так Всё отлично, мы это сделали Далее мы берём сундуки Две штуки Ставим здесь 1, 2 Чтобы в итоге получился двойной сундук Потом берём воронки Вот здесь ломаем давайте так же блок Потом оп, здесь воронку, чтобы она смотрела на сундук И затем отсюда вылезаем И ставим здесь 1 воронку, 2 воронку Чтобы они смотрели друг на друга Вот таким образом, чтобы в итоге все передавалось туда, куда нужно И здесь делаем так же, оп, раз и две воронки Они так же смотрят друг на друга, чтобы все передавать в этот сундук Потом можем здесь все застроить блоками, раз-два, раз-два Потом берем стекло, здесь ставим стекло, чтобы просто здесь стоял какой-нибудь блок И так же этот большой сундук открывался И затем, что нужно будет сделать далее, мы уже определяемся, что мы будем выращивать Это либо же бамбук, либо же тростник Давайте тростник будем выращивать, потому что, мне кажется, он более полезный Из него можно будет сделать, допустим, бумагу Кстати, мы забыли одну важную вещь. Я здесь уже все посадил, но мы давайте здесь сломаем. Оп. И здесь не надо было ничего застравить, потому что здесь нужно было разместить раз, два, три, четыре, пять рельс. И сюда нужно будет каким-то образом впихнуть пять вагонеток с воронками. Это получается мы делаем вот так. Раз, два, три, четыре и пять. Все. Отличненько. Мы это сделали. Здесь далее ставим обратно блоки. Здесь ставим стекло. И теперь все это закрываем стеклом, чтобы у нас никуда тростник не улетал. И также было довольно красиво, и мы здесь все видели. Так застраиваем. Оп. И здесь также сверху давайте застроим. И в принципе все, ферма готова Давайте мы сейчас сделаем рандом текспид побольше, чтобы проверить эту ферму Так, рандом текспид, и давайте сделаем тысячу Попробуем, и у нас пока что здесь трава дорастает И смотрим, вот, у нас короче тростник дорастает до этих наблюдателей И таким образом они срабатывают и активируют все поршни У нас здесь все срубается, и таким образом там перемещается в загрузочные вагонетки Они у нас работают сквозь блоки, поэтому все отлично здесь принимают Они в свою очередь передают уже в обычные вот эти вот воронки И уже они передают в сундук И вот у нас весь сахарный тростник здесь собирается Опять же здесь вы можете выращивать вместо тростника обычный бамбук Ну-ка давайте мы сейчас это так же сделаем И вот смотрите, у нас рандом текспид сохранился И короче он даже растет намного быстрее, чем обычный тростник И смотрите, как все быстро здесь у нас ломается Ну-ка вот смотрите, как он здесь уже поступает И примерно вот так это все выглядит со стороны Ну а с вами был Картофан Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok